Аллилуйя! Огромное спасибо прославлению! Такая благодать! Аллилуйя! Аминь! Братья и сестры, присаживайтесь! Слава Иисусу Христу! Сегодня у нас семейная река. Аллилуйя! Для Иисуса Христа было важно не только спасение одной души. Аминь! Для Него очень было важно спасение всего дома. Когда мы смотрим в Евангелие, мы видим очень много верующих людей. Иисус всегда очень сильно реагировал на веру. И Он знал, что если спасется один человек, то и спасется весь дом. Аминь! Для Него очень важно, чтобы дома спасались. Чтобы Царство Божье сегодня, оно приходило в каждый дом. В силе, в славе, в исцелениях, в освобождениях, в спасении. Чтобы каждый дом, Он был сегодня научен принципам Царства Божьего. Аминь! Это было очень дорого и драгоценно для Иисуса. Я благодарен Богу за свою судьбу. За то, что однажды моя мама, она ходатайствовала за то, чтобы я спасся. Точно так же я знаю, что каждый человек, который здесь сегодня сидит, благодаря тому, что кто-то за него ходатайствовал. Аминь! Это принцип Божий. Если Иисус приходит в дом, приходит в семью, то мы видим Его славу. И сегодня задача каждого из нас в нашу семью привести Иисуса. Аминь! Это важно. Это самое важное. Потому что всякий дом, если он устроен Господом, этот дом, он будет благословен. Во всех отношениях, во всех сферах будет благословение. Аминь! Знаете, сегодня хотелось обратиться к Писанию. Мне очень нравится послание от Луки. Знаете, я хотел сегодня проповедовать из 19 главы послания Луки, со 2 стиха. Все мы знаем эту историю. Это история о Закхее. Иисус пришел в Ерихон. И когда он шел по улицам этого города, то его увидел Закхей. Закхей, он на тот момент был сборщиком податей, сборщиком налогов. На тот момент Закхей был в системе римского управления. Он жил принципами, которым был научен. Но знаете, он что-то услышал об Иисусе. Ему стало интересно. Он увидел свидетельство славы Божьей. Он видел, как идет Иисус, и люди вокруг, они спасаются. Они получают исцеление. Они получают ответы на многие нужды. И он был маленького роста. Он увидел смоковницу, залез на нее и начал смотреть на того, кто идет, на Иисуса. Ему было очень интересно. И давайте прочитаем со 2 стиха. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что был малого роста, и забежал вперед в лес на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорей, ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу, «Господи, половину моего имения я отдам нищим, и всех, кого чем-либо обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Аминь. Аллилуйя. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Каждому из нас принадлежит спасение дома». Аллилуйя. В 18 главе мы видим другой момент. Там есть история о богатом юноше. Написано, что он был начальствующий. Он очень хорошо знал закон, и однажды он подошел, точно так же увидев Иисуса, и сказал, «Учитель благий, скажи, что нужно сделать, чтобы наследовать Царство Божье?» Иисус отвечал ему, что тебе должно соблюсти заповеди Божьи, должно возлюбить ближнего своего, как самого себя, должно почитать отца, мать. И этот молодой человек, он сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Иисус сказал, «Одного тебе не достает» после этих слов. «Все, что имеешь, раздай и следуй за мной». И мы видим, что дальше там сказано в этой истории, что молодой человек, он опечалился и пошел с печалью. Две истории, на самом деле, они очень похожи по своему смыслу, но по тому, кто, что из них выбирал, они совершенно разные. Знаете, я вижу эту параллель, что когда Закхей залез на ту смоковницу, он залез на нее с верой. В его сердце была вера в то, что есть Мессия, в то, что есть спасение, в то, что есть живой Бог, в то, что есть совсем другая судьба. Аминь. Закхей это увидел. Он увидел и осознал, что та система, в которой он жил до этого, это система грешного мира. Я думаю, что каждый день он сталкивался с этой системой, когда собирал подати. Знаете, я думаю, что было по-разному в его жизни. Кто-то злословил его, кто-то ругал его за то, что он делает, но он жил в той системе, он был научен. Я думаю, что очень многие проклятия в его жизни высвобождались устами этих людей, потому что не все могли заплатить. Были очень многие люди, которые не могли, может быть, заплатить на тот момент. И были трудные какие-то моменты, всякие стычки, столкновения в его жизни. Я думаю, что сердце Закхея, тот образ и подобие внутри него, он создан по образу и подобию Божьему, как и каждый человек. Я думаю, что он все время говорил внутри, в сердце своем. Это обличало его. И говорило, послушай, Закхей, это не та жизнь, не та судьба, которую должна тебе наследовать. Аминь. Он осознавал себя, что он грешник. После встречи с Иисусом, его сердце, оно стало мягким. В его сердце он увидел многие моменты, которые обличали его. И только по этой причине, когда Иисус предложил ему жить принципами Царства Божьего, отказаться от ветхого, от старого, для того, чтобы принять новое, Закхей сделал правильный выбор. Мы не видим нигде наставления Иисуса, как в 18 главе с юношей. Мы не видим нигде наставления Иисуса, чтобы Закхей раздал все свое имение. Иисус не говорил ему, чтобы он раздал, вчетверо воздал каждому, кого обидел. Этих слов там не было с уст Иисуса. Закхей почувствовал это внутри себя. Благодаря чему? Благодаря тому, что он встретился с Богом. Благодаря тому, что он пережил определенную благодать. Аминь. Это действительно очень важно. И это действительно очень сильный момент. Молодой юноша, он подошел к Иисусу, знаете, я вижу просто через слова этого Писания, что он подошел к Иисусу, как бы удовлетворенный своей жизнью, удовлетворенный своей верой, удовлетворенный тем, что он исполнил закон. Но мы видим в Библии, есть место Писания, в Галатам, там сказано, что закон, он есть всего лишь детоводитель ко Христу. Это действительно так. Через закон, цель закона привести человека к Иисусу Христу. Цель закона просто привести человека к Богу. Цель закона обличить сердце человека, для того, чтобы человек понял, что тот принцип, которым он живет, просто сам закон, он никого не спасает сегодня. Аминь. Исполнение заповедей они не спасают сегодня, спасает сегодня вера в Иисуса Христа. Это то, что произошло с Закхеем. Он увидел это в своем сердце. Он почувствовал это, и естественное желание внутри его сердца родилось. Он чувствовал эту обиду, он чувствовал это осуждение, может быть, со стороны людей, и естественное желание в его сердце родилось. Раздать половину имения нищим, сделать какую-то благотворительность в сердце. Я думаю, что эти правильные желания дает только Бог. Аминь. Если человек не встретится с Богом, ему трудно отлепиться от самого дорогого. А это был смысл его жизни. Во втором стихе мы видим, что там написано, что он был богат, он не был нищий. Он не просто собирал эти деньги, не просто собирал эти подати. Он был богатый человек. Он жил в достатке. Если обращаться к истории, то это был второй человек в том городе на тот момент. Он принадлежал к определенной касте, касте неприкасаемых людей. То есть у этого человека была реальная власть. Но когда он встретился с властью Иисуса Христа, когда он пережил тот дух, который был на Иисусе Христе, когда он пережил благодать тех слов, которые говорил Иисус Христос, его сердце что-то изменилось. Его сердце стало мягким. Аминь. Это действительно так. И что последовало за этим? За этим последовало не только спасение самого Закхея, не только спасение его души, но точно так же спасение всего его дома. Иисус сказал эти слова. Пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Братья и сестры, мы сегодня каждый дети Авраама через веру в Иисуса Христа, через скровный завет, мы каждый сегодня дети Авраама. Аминь. Иисус сказал, Иисус сказал, что ты, Закхей, сегодня дитё Авраама, благодаря тем делам, тем поступкам, которые ты делаешь через веру в своём сердце. Ты молодец, для тебя важно Царство Божье сегодня. Ты молодец, сегодня важно в твоей семье, чтобы были принципы и Царство Божье. Сегодня важно, чтобы и в твой дом пришёл Иисус. Аминь. Я хочу немножко углубиться в этот смысл, вообще поглядеть. Я думаю, что сегодня задача каждого верующего человека, каждого человека, кто сегодня приходит в Дом Божий, кто сегодня встречается с Иисусом, кто считает, что Иисус Христос есть Его Господь и Его Спаситель. Я думаю, что цель сегодня каждого человека должна быть, чтобы привести Христа сегодня и в наш дом. Аминь. Есть очень многие моменты, мы видим их, когда человек сам приходит в Церковь, приходит в Дом Божий, но близкие его и его семья, она погибает. Не решаются годами очень многие проблемы в семьях людей. Казалось бы, мы верующие люди, мы говорим правильные слова, мы используем правильные местописания, мы говорим правильно, согласно тому, чему научены, мы говорим и переживаем Духа Святого, мы пытаемся как-то привести Христа в наши семьи, но очень часто бывает так, что этого не происходит, очень часто бывает так, что мы связаны каким-то долгим временем, каким-то долгим путем. Хочется очень быстрых результатов. Аминь. И это нормально, это правильно. Я думаю, что если мы глянем внутрь себя, если мы посмотрим внутрь своих сердец, если мы поставим правильные мотивы внутри нашего сердца, о том, чтобы спасся весь наш дом, о том, чтобы каждый в нашем доме сегодня он встретился с Иисусом, я думаю, что это будет происходить. Аминь. Это произойдет. Это произойдет. Спасение сегодня, оно для каждого человека, для дома каждого человека. И это важно. Это самое драгоценное, что может быть сегодня. Знаете, есть такое местописание в Матфея, где сказано, что кто не берет своего креста, тот не достоин меня. Я думаю, что каждый человек, который приходит в церковь, который обращается к Богу, он рано или поздно становится учеником Иисуса Христа. Я думаю, что смысл каждого из нас это стать учеником Иисуса Христа. Для чего? Для того, чтобы привести принципы в дом. Для того, чтобы привести принципы Божьи в дом. Для того, чтобы каждому в доме объяснить и наставить. Для того, чтобы каждому в доме открыть Христа. И знаете, для Закхея был крест отказаться от той части имения и от тех финансов, которые были у него. Во имя Бога. Для Закхея на тот момент это был крест. И Иисус увидел через эти действия реальную веру. Он увидел через это, что Закхей способен действовать. Что он осознает, что он грешник и спас весь его дом. Аминь. Точно так же сегодня, может быть, мы приходим каждый день домой. Может быть, мы сегодня видим каких-то людей в нашем доме, наших близких и родных. Может быть, это соседи, может быть, это дети, может быть, это муж или жена, или братья, или сестры. Мы сегодня видим, и мы видим, что этот человек сегодня находится во тьме. Мы видим сегодня, что в жизни этого человека не совсем те принципы, которые должны быть. Нету столько Царства Божьего, насколько нужно. И для нас это сегодня наш крест. Для нас сегодня это важно, чтобы отобразить Иисуса для наших близких и родных. Для нас сегодня важно быть письмом Христовым, чтобы нас дома узнавали, чтобы каждому хотелось встретиться с Иисусом Христом, точно так же, как встречаемся сегодня мы. Аминь. Для кого-то это может быть изменение личного характера, знаешь, когда ты приходишь домой, и разные ситуации бывают, и вся сложность этой ситуации заключается в том, что до этого, может быть, до того, как ты был спасен, если эта семья, например, она не с детства верующая, очень сложная. Вот покаялся муж, или покаялась жена, примирились с Богом, и ты приходишь каждый день и видишь, может быть, кто-то, или твой муж, или твоя жена, они сегодня не спасены, они, может быть, сегодня не в церкви, или дети сегодня не в церкви. И сложная ситуация, конфликтная ситуация, это на самом деле так. Сразу происходит так, что люди не понимают друг друга. Твое сердце касается Бог, но те старые принципы, которыми ты жил, они к ним сегодня в твоей семье очень предвзятое отношение. А тебе, может быть, сегодня судят так, как ты был раньше, какой ты был ветхий человек, какой ты был раньше до этого. На тебя люди смотрят этими принципами, и им очень тяжело смириться и увидеть Христа. Но я знаю, что если мы будем неотступно вести себя, и будем бескомпромиссно послушаться, и приводить Слово Божие в наш дом, мы будем видеть изменения. Вы знаете, вера, она отслышание. И то, что сегодня мы будем говорить в нашем доме, то и будет происходить. Если сегодня в нашем доме мы будем неотступно стоять на Слове Божьем и пытаться везде, везде, везде по мере возможности показать своему близкому и родному человеку, что вот здесь Иисус хочет действовать, вот здесь Он вот так вот изменил людей, вот в этот моменте Он хочет, чтобы мы поступили вот так, и вот так, и вот так, то реально на примере мы будем видеть, и люди будут это видеть, и будет реально виден результат и плод конечного спасения для этого человека. Аминь. Понимаете, это как с детьми. Вот в моей семье родился маленький ребенок, и знаете, есть сущность, греховная сущность внутри нас. Писание называет ее плотью. Ребенка не нужно учить плохим вещам. Оно как-то само из него лезет. Ты смотришь, как-то сам он начинает делать, кричать, или что-то ломать. Почему-то это есть внутри него. Есть определенные вещи, которые заложены внутрь него. Ты ему только начинаешь наставлять с самого первого дня, послушай, там, не кричи, вот это вот не ломай, потому что это вещи, за них заплачены деньги. Ты его наставляешь, наставляешь, надо это беречь, потому что в будущем тебе это поможет. Нужно слушать маму, нужно слушать папу. Постоянно говоришь ему, не лазь, не бери спички, ничего там, не делай никаких вещей, глупостей таких, не рви, не ломай. Постоянно надо наставлять. А плохое как-то само, знаете, вот эти плохие моменты, они как-то сами в сущности проявляются. Как-то прямо вот ребенка тянет к этому, видит где-то кнопку, обязательно надо ее нажать. И если что-то после этого там сломается или произойдет такое погромче, получше, поинтереснее, то ему сразу весело, у него эмоции. Знаете, и он все время постоянно испытывает родителей, испытывает папу, испытывает маму. Он постоянно хочет испытать, до какого рубежа, куда ему позволят пойти. Точно так же и в семье. Мы приходим в нашу семью, мы приходим, может быть, кто-то из близких, родных еще не спасен. Мы начинаем говорить слово, и нас сразу ставят под микроскоп. Нас сразу начинают изучать. Хорошо, молодец, ты сегодня говоришь, как благ Бог, как хорошо Он действует в твоей жизни. Да, сегодня видно там, у тебя что-то выстраивается, выстраивается какая-то система. Ты начинаешь применять слово Божье в служении, в доме, в семье, в работе, во многих сферах жизни. Ты начинаешь работать над своим характером, потому что сердце же становится мягче. Ты уже совсем по-другому понимаешь, что такое хорошо, а что такое плохо. На самом деле, Дух Святой, Он постоянно говорит в твое сердце. И люди, они начинают испытывать тебя. Близкие, родные люди, они начинают испытывать тебя. Не расходятся ли твои дела с теми словами, которые ты говоришь. И здесь нужно проявлять неотступность. Здесь нужно постоянно понимать, что ходатайства, ходатайства, просто слов мало, еще нужно и ходатайство за наших близких и родных. Просто того, что ты сказал, вот так вот поступай, этого мало, еще нужно молиться о том, чтобы это исполнялось в жизни твоего близкого, родного человека. Поэтому сегодня очень важно, когда мы находимся под микроскопом наших близких людей, близкого окружения, с тем, с кем мы имеем общение каждый день, очень часто и тесно связаны, они видят нашу жизнь, они сканируют нашу жизнь и они делают выводы и пометки для себя. Хочу ли я, чтобы в моей судьбе было так? Хочу ли я, чтобы моя жизнь вот так вот изменялась? Очень сложно, когда мы говорим о любви Божьей, а потом происходит в семье какая-нибудь ссора, ну просто какое-то преткновение, например. Каждый же очень хорошо знает близкого и родного себе человека. Каждый знает, где есть слабые стороны его, а где есть сильные стороны. И каждый знает, как можно очень легко ту или иную эмоцию из близкого человека вытянуть. Аминь. Каждый знает, какие можно слова сказать и даже уже можно предугадать, что произойдет дальше. Ну, например, ты пришел домой с работы или со служения, ты уставший, хорошо потрудился, ты уставший, тебе хочется простых вещей. Как Андрей Георгиевич Тищенко говорит, не надо сразу, приходишь домой, ложиться на диван, пульт взял в карман, все возле телевизора. Может быть, нужно встать и поговорить с женой или встать и поговорить с мужем. Может быть, нужно уделить время детям. Это действительно так. В нашей жизни есть очень много сфер, куда нужно уделять внимание. Нужно общаться с женой, общаться с детьми. Это действительно важно. Нужно общаться с близкими, родными, людьми. Вообще очень многое в семье происходит через общение. Аминь. Если мы приходим домой и просто закрываемся, то очень тяжело дальше что-либо проповедовать. Но если мы продолжаем общаться с нашими людьми, с нашими близкими и родными людьми, если мы продолжаем им говорить о Царстве Божьем, продолжаем им разъяснять это все на простых элементарных примерах, то это начинает становиться частью этих людей. Они точно так же начинают поступать, точно так же начинают испытывать Слово. И если они видят, что мы хорошо это исполняем и в нашей жизни хорошо, хорошее настроение, мир на сердце, и им хочется меняться, каждому человеку нужен кто-то, кто будет его вести, кто будет за ним смотреть, кто будет за ним ходатайствовать, кто будет переживать за его судьбу. Аминь. Для Иисуса это очень важно. И я думаю, что каждый знает свой крест. Каждый знает сегодня, что для него важно. Каждый знает сегодня какие-то моменты, в которых нужно сделать изменения, в которые нужно привести Иисуса Христа, чтобы в доме этого человека начали принимать, чтобы в доме началось происходить Царство Божие. Это действительно так, чтобы в дом приходил Иисус. Иисус, каждый знает какие-то слабые и сильные стороны своего характера. Аминь. Если раньше, может быть, ты очень часто, у тебя не проходило, ну, один день, может быть, или два дня в день происходило, что ты не ссорился, значит, нужно этот рубеж удлинить, просить Бога перед тем, как зайти домой. Боже, сделай что-нибудь с моим сердцем, чтобы не было этих провокаций, защити как-то меня. Если нету нормальных взаимоотношений с детьми, я думаю, что и туда нужно привести Иисуса. Нужно попросить Господь, коснись сердца моего в первую очередь, коснись сердца моего ребенка. Помоги мне говорить правильные слова для того, чтобы не раздражать его. Помоги мне показать тебя и отобразить тебя сегодня в своем сердце, в своей жизни, своим поведением, чтобы мой ребенок, он сегодня был ближе к тебе, чтобы сегодня его жизнь менялась в лучшую сторону. Аминь. Это очень важно. Очень важно прощать в семье. Очень важно не обращать в семье внимание тем моментам, которые приносят расприя, разногласия, ссоры, которые приносят в семью разделение, неустройство. Очень важно сегодня не идти на поводу эмоций, потому что дьявол, он очень хорошо знает сущность человека. Его задача вытащить каждого человека на поле эмоций. Это то место, где он работает. Накалить атмосферу, накалить обстановку в семье, чтобы люди вышли на уровень эмоций и поступили по плоти. Поссорились, поругались. Это действительно так. Чтобы никогда не было взаимопонимания между родителями и детьми. Это его задача. Он сегодня лжец. Он пытается разделить все сферы твоей жизни. Но есть Иисус, который пытается все соединить. Аминь. Есть тот, кто все решает. Аминь. Это сегодня очень важно, чтобы в каждой семье был Дух Святой. Чтобы в каждой семье был принцип Божий. Чтобы в каждой семье было Царство Божие. Это сегодня очень важно. Аминь. Сегодня важно дарить улыбку. Если ты придешь домой с улыбкой, даже, может быть, ты сильно уставший, но просто придешь с улыбкой домой, на тебя совсем по-другому отреагируют. Если раньше, может быть, мы говорили какие-то слова, которые не приносили ничего хорошего, раздражали наших детей. Знаете, как я помню, мама придет, она пойдет с верующими помолиться за мою судьбу, потому что она была трудная такая, сложная судьба. И она придет домой, ей сразу хочется посмотреть, изменилось что-нибудь или нет. У нее всегда были дежурные какие-то фразы, какие-то такие. Она могла сказать там две фразы. И я уже к этому так привык, и всегда у меня было предвзятое отношение. Я всегда уже знал, что мне ответить. Да так, чтобы уже больше никакой фразы не последовало. У меня был трудный характер. Трудная судьба такая. Но потом пришли правильные люди, которые привели Христа. Знаете, они стали говорить, пойми, тебе нужно полюбить твоего сына. Не смотри сегодня на то, какой он. Не смотри сегодня, как дьявол там издевается, да, куда он затягивает, в какой грех и что. Какие трудности и проблемы сегодня происходят с ним. Видь его другим человеком. Смотри на него через призму Библии. Смотри на него глазами материнской любви. Аминь. Смотри на него и провозглашай в его жизнь правильные вещи. Аминь. И моя жизнь, она начала меняться. Я помню, как мы сталкивались с такой проблемой. Мне довелось в такое участие служить в семье, в которой три человека сразу были зависимы. Была одна мама, и у нее был муж, и два сына, они были зависимы. У мужа была алкогольная зависимость, 32 года он в ней пробыл. А у сыновей один 11 лет употреблял, другой там 8 лет употреблял наркотики. Разбитые судьбы полностью. Разорванные люди настолько живут в таких условиях. Я помню, это первая семья, которая пришла в церковь, там, где мы служили. И знаете, когда мы общались с мамой, я ей говорю, поймите, вам нужно взять себя в руки. Вам нужно со всех сил постараться для того, чтобы явить вашей семье любовь. Для того, чтобы показать любовь Божью, передать ее, показать вашим детям. Но когда дети приходили в плохом состоянии, муж постоянно материл, дьявол пытался эту семью просто разбить, разрушить полностью. Они держались, их объединяло только то, что они живут в одном месте. Что здесь есть крыша над головой, течет с крана вода, есть газ, на котором можно погреть еду и все. Каждый жил своей жизнью. Семья, она была полностью разбита. Там никто не понимал этих принципов, никто не понимал, что такое нормальный отец, нормальная мать, никто не понимал, что такое нормальные дети. И выросли вот такие вот огромные твердыни, которые говорили, да в жизни, в этой судьбе, в этой семье, вот здесь, на этом месте не будет Бога. В жизни сюда не придет Иисус. Но знаете, и они постоянно были в состоянии абстиненции, там их постоянно ломало. Ну люди в системе, в зависимости такой. И когда мы начинали разговаривать, я помню, прошло два часа. Первый брат старший с отцом, они просто поднялись после общения. Я позвонил, приехал брат, они сели в машину, поехали на реабилитационный центр. Это вообще было чудо, потому что кто туда не пытался прийти, какие-то принципы, какие-то психологи. Другое то, что есть в системе мира, это ничего не работало. Не было ни благодати, не было вот этой любви, ничего. Но мы стали общаться, и просто я им свидетельствовал. Сила свидетельства очень многое делает в жизни. В нашей семье очень многое делает сила свидетельства. Когда ты говоришь людям, и они могут напрямую в семье пощупать, что действительно есть человек, действительно есть человек, в чьей жизни Бог что-то сделал. И к сердца они начинают таять. Они сели, поехали на реабилитацию. И потом этот второй брат, он тоже поднялся и поехал на реабилитацию. Там через день или через два. И жизнь этих людей, она начала меняться, только потому что мать услышала, что надо полюбить. Мать услышала, она увидела своего мужа по-другому, увидела своих детей по-другому, просто поверила. Аминь. И эти жизни, они изменились. Иисус пришел в этот дом. А до этого были моменты, когда она просто материла их. Да лучше бы там умерли, да лучше бы еще что-то произошло. Я бы один раз поплакала и все, и забыла. Такие тоже моменты были в их жизни. И ничего не происходило. Не было помощи. Дьявол дальше продолжал разрывать эту семью. Но когда взгляд ходатая, взгляд матери поменялся, изменился муж, изменились дети. Аминь. Слава Иисусу. Знаете, когда приходит Бог, все делать легко. Легко меняться. Легко работать над собой. Очень легко сражаться за свою семью с Богом. Аминь. Я хочу вдохновить каждого брата, каждую сестру на этом месте. Каждую мать, каждого отца. Каждого ребенка. Чтобы каждый продолжал ходатайствовать. Чтобы каждый продолжал приводить принципы Царства Божьего в дом. Чтобы люди, они говорили внутри семьи о любви. Говорили о том, о чем учил Иисус. Это важно сегодня. Для Захея был крест отказаться от финансов. Сегодня для нас может быть крест отказаться от каких-то несовершенств в характере. Отказаться от каких-то плохих слов. Сегодня может быть для нас крест до конца. С утра ты встал и до вечера, пока ты не ляжешь спать. Вести себя по образу и подобию Божьему. Сегодня может быть для кого-то крест просто постоянно говорить об Иисусе. Постоянно показывает Иисуса в своей семье. Это тяжело, это сложно. Потому что каждый из нас, он живет в физическом мире. Каждый день нужно пойти где-то что-то заработать. Принести в семью деньги для того, чтобы просто была пища. Для кого-то это легко, для кого-то сложно. Но я знаю, что если мы будем уповать на Него, на Иисуса Христа, то наши дома, они будут спасаться. Я знаю, что если ничто другое от нас, от семьи не будет отрывать, никакие там финансы, или заботы о веке всем, да, о каких-то делах в веке всем, то по-другому совсем все будет происходить в нашей жизни. Давайте сегодня сконцентрируемся на наших домах. Давайте сегодня сконцентрируемся на наших близких и родных, чтобы они спасались. Чтобы они приходили в церковь. Если мы на этом сконцентрируемся сегодня, если мы будем об этом говорить, мы быстрее увидим каждого из них здесь, рядом с нами сидящими. Аминь. Это важно, чтобы каждый дом он спасся. Это важно, чтобы в семьях сегодня был Иисус. Знаете, есть такое местописание. Первое Тимофею, пятая глава. Оно очень режет ухо. Первое послание Тимофею, пятая глава, восьмой стих. И там сказано, что если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Это Павел говорит своему ученику Тимофею. Он говорит, вот так учи людей в церкви. И очень многие думают, что заботиться о ближнем, это просто принести, чтобы было что поесть, принести деньги туда и все. Принести в семью, вот чтобы просто устроить быт и все. Я думаю, что забота о ближнем, это в первую очередь, чтобы твой ближний, он встретился с Иисусом. Я думаю, что забота о ближнем, в первую очередь, это чтобы те святыни, которые сегодня есть в сердце каждого из нас, они стали святынями в жизни наших близких и родных. Я думаю, что сегодня забота о ближнем, это в первую очередь беречь сердце, желать спасения души этого человека, который сегодня находится рядом с нами. Аминь. Самое важное сегодня, это чтобы весь наш дом был спасен, чтобы на небесах нам не быть одними. Ну представьте эту ситуацию, мы попадаем на небеса, а наш близкий, родной человек, не дай Бог, попадает в ад. И Библия говорит, там будет плач и скрежет зубов. Я не хочу своим детям такой судьбы. Я не хочу такой судьбы для души моей мамы или папы, для братьев и сестер. Я не хочу такой судьбы. Я хочу, чтобы каждый из них, он был со мной на небесах, он радовался и прославлял Бога 24 часа в сутки. Аминь. Я хочу, чтобы уже здесь, сегодня, на этом отрезке, как кто-то сказал из проповедников, самое большое заблуждение людей в физическом мире. Это то, что они думают, что вот эти годы, которые они здесь проживут, на этом все закончится. И потом мы как-то выплавим, как-то там пропетляем, как говорится. Такого не будет. То, как мы проживем этот короткий участок, то, что мы сделаем, те дела, которые через веру мы сделаем, тех людей, которых мы успеем привести ко Христу, те и будут с нами в вечности. То и будет происходить. В вечности эти люди пойдут или в ад. Об этом говорит Библия. Можно это слушать, можно не слушать, можно закрывать глаза на это. Или наоборот. Но лучше, чтобы глаза на это были у каждого открыты. Чтобы каждый близкий и родной человек, он был сегодня в сердце. Аминь. Понимаете? Потому что, если этот отрезок прожить как-то по-другому, то не будет счастливой судьбы. В вечности каждый из нас, наши близкие и родные люди, мы должны быть вместе с Иисусом Христом. Библия четко говорит, что в аду будут плач и скрежет зубов, а на небесах будет радость. И поэтому сегодня, вы знаете, 90% зависит от нас, где будут наши близкие и родные люди. Если мы будем неустанно благовествовать в доме, если мы будем неустанно заботиться, певчись о своих близких и родных, являть Христа везде, во всем, ради них самих. Как Павел говорит, мне бы уже лучше давно разрешиться пойти ко Христу, но ради вас я остаюсь здесь. Потому что я вижу, что вам это еще нужно. Я вижу, что многие из вас еще не знают Бога. Я вижу, что у многих еще внутри нету свидетельства о том, что они спасены. Поэтому ради вас я сегодня остаюсь здесь. Ради вас сегодня я ходатайствую учу. Я вижу, что, как Павел говорит, прошло время, вам уже надлежало бы вообще быть учителями. Но мы опять должны возвращаться к этим началам, опять питать вас молоком. Павел видел, что та сила в благовествовании, которая есть, она сегодня не используется во многих церквях. Она сегодня не используется во многих семьях. Сегодня умаляется Иисус, но и люди постоянно берут какие-то другие принципы в свою жизнь. А может быть, вот психологи рассказали, может быть, вот этот принцип мне взять, начинает что-то делать, начинает так поступать и не срабатывает. Сегодня есть очень многие моменты такие, вот даже взять семью, в которой приемный ребенок, к примеру. Вы знаете, приемные дети, это те дети, от которых отказались. Я помню, когда жена рожала, и мы были в этой больнице на Украине, то знаете, там у них есть такой момент, что дети, которые рождаются, от которых отказались, они на протяжении первых двух с половиной месяцев остаются в воздухе. Они никому не нужны. От него отказались, и два с половиной месяца он никому не нужен, пока готовит государство на него бумаги, пока там происходит все оформление. Два с половиной месяца эти дети просто отданы судьбе. Тому наследию, которое пришло в их жизнь. От них отказались. И я помню, там была палата, и врачи говорят, ну нам все помогают. Нам одни приносят одежку, кто-то приносит памперсы. Люди просто об этом знают, сами люди, в ближайших городах, они знают об этих моментах, и они приходят, приносят еду, приносят питание, что-то делают, чтобы эти дети, эти два с половиной месяца прожили нормально. Сегодня где-то в наших странах Европы, это может быть сильно развито. Общественные организации, есть фонды, которые взяли на себя вот эту опеку, но там на Украине еще так хорошо, это все не развито. И поэтому вот там эти нянечки, врачи, они все приносят туда. И два с половиной месяца смотрят за этими детьми. Я когда зашел в эту палату, первое, что я увидел, это то, что эти дети, какие бы они ни были, может быть он уже там без памперса или что-то, спрело у него, не спрело, плохо ему, может быть он там обкакался или еще что-то, да, они просто лежат и даже не плачут. Настолько сильная отверженность из-за того, что их отвергли, из-за того, что просто их отпустили, вот так вот родили и забыли. Очень многие девочки, они рожают просто для того, чтобы за короткое время обдурить государство и схватить это пособие. Схватить его, проколоть, пропить, не важно что. А с ребенком этим, что будет, то будет. Многие просто взяли с этим ребенком, вышли там, оставили с автовокзала, при мне была ситуация, с автовокзала этого ребенка принесли. Мужчина принес и говорит, вот посмотрите, лежал на скамейке, это, слава Богу, хоть в здание, а не на морозе. Потому что это была зима, Линда, ты рожала в январе, да, в конце января, февраль, представьте, просто ребенка оставили на вокзале и убежали. Ради какого-то пособия, ради каких-то копеек, чтобы просто их пропить, проколоть или еще что-то с ними сделать. Сегодня это есть в мире. Сегодня каждый по-разному понимает, что такое семья. Сегодня каждый по-разному понимает, что такое привести в семью определенные принципы. И система этого мира, она очень жестока. Очень большой, огромный либерализм, демократия. Люди говорят какие-то вещи, сами того не понимают. Для людей это уже такая норма, просто оставить ребенка, просто бросить его. И ты заходишь туда и видишь эту сумасшедшую отверженность, что детки эти лежат, даже не плачут. Это просто дико, настолько, что происходит духовно с этими душами. И, конечно, потом, когда по счастливой судьбе этот ребенок попадает в нормальную семью, очень многие верующие берут этих детей. То без Иисуса Христа невозможно этому ребенку спасти. Тот ген, то, что в него заложили, когда от него отказались, то, что духовное пришло в жизнь этого ребенка, оно сделает свою работу. И знаете, эта работа, она будет очень плохая. Он наследует судьбу своей матери или своего отца. Потому что это все из духовного мира приходит. И духовное, оно первично. Физический мир, он вторичен, он есть следствие отображения духовного мира. И когда люди закрывают глаза просто на это, поступают, делают какие-то поступки, и потом мы видим вот эти проблемы с этими детьми, видим проблемы потом в семьях. Почему? Потому что нет Христа, нет Иисуса внутри этой семьи, нету тех принципов, кто-то просто отказался. А самое страшное, что когда человек знает, какое наследие для его дома приготовлено, какая великая судьба и спасение для его дома приготовлено, но просто из-за того, что где-то ему неудобно, или не хватает веры, или трудности, или какие-то неприятности, или еще что-то, обстоятельства. Но Библия говорит, ничто, не теснота, ничто не может отлучить нас от любви Христовой. Если в нашем сердце в первую очередь мы возлюбим ближнего своего, как самого себя, будем видеть в нем Христа, будем желать и ревновать о том, чтобы жизнь этого человека изменилась, не просто человека, твоего близкого и родного человека, то изменимся мы, весь дом изменится. И таким детям тоже без проблем можно наследовать новую судьбу, Божью судьбу. И тогда можно брать в семью хоть 300 детей. Бог позаботится. Почему? Потому что у тебя правильная позиция сердца, у тебя правильное желание. Ты знаешь, как отобразить Иисуса в этой ситуации. Ты знаешь, какие принципы нужно сюда привести. Я призываю каждого неотступно стоять в этом. Я призываю сегодня веру внутри сердца каждого за свой дом, за то, чтобы близкие, родные люди, они и спасались. Я призываю каждого сегодня ходатайствовать и молиться. Пусть сердце никого не ожесточится по отношению к близким и родным людям. Сегодня единственное, что работает для того, чтобы спасались дома, ни деньги не работают, не работают ни психологи, ничто. Сегодня работает Иисус Христос. Если Дух Господень придет, если Дух Божий коснется сердца твоего близкого, родного человека, тебе не нужно будет тратить в систему этого мира тысячи. Просто просмотрел ребенка, его судьба пошла как-то не так. Что ты можешь сделать? Кто тебе может помочь? И знаете, мир жесток. Мир очень сильно жесток. Люди просто используют зависимых людей. Врачи, я имею в виду, такая несовершенная система. Даже взять на Украине, к примеру, там просто это ярко так видно. Мы ходили там, служили по диспансерам. Система диспансера это вообще ужас. Там все внутри есть. Туда приходят верующие люди для того, чтобы устроиться санитарами или кем-то на работу. Для чего? Для того, чтобы нести спасение этим людям. Посторонним людям, которые общество отвергло, которые себя загнали в эти проблемы. Они туда устраиваются санитарами и служат, общаются, участвуют в каких-то социальных программах, чтобы просто пообщаться, рассказать об Иисусе Христе. И там система так построена, там есть все, наркотики любые, какие хочешь, прямо в диспансере, представьте. Это все там есть. Смотришь судьба человека без Бога, там попадает человек в туб-диспансер, это страшные места. Там люди, они оставлены вообще всеми. Просто есть место, куда их загоняют с ужасными условиями, вообще полностью там невозможно находиться ни с каким менталитетом. И там тоже все есть. И наркотики, и все, что хочешь есть. Сегодня только церковь осталась тем местом, где действительно есть святость. сегодня только здесь, на этом месте человек действительно может встретиться и навсегда остаться с Богом. Церковь это прообраз матери здесь на земле. Пастырь это прообраз, это образ отца здесь на земле. Это действительно важно. Пусть Божья система будет в каждом доме. Пусть сегодня каждый человек он приводит Христа в свой дом, отображает его. Если твое сердце будет гореть за твоих близких и родных людей, Бог будет наполнять твое сердце. Тебе будет легко дарить улыбку, неважно устал ты не устал, тебе будет легко заботиться о твоем ближнем. Пойми все то, что сегодня нам кажется так сложно и тяжело, с Иисусом это станет легко. С Иисусом любая судьба она может измениться. В моей жизни тоже был огромный период зависимости и всего, но благодаря тому, что мама однажды все-таки поверила и увидела меня, что она меня любит, что я ее сын и я могу быть другим, что-то стало происходить. Аллилуйя. Я хочу молиться сейчас вместе с вами за то, чтобы сегодня каждый из нас, я уверен, что можете руки поднять у кого есть неспасенные еще в доме, близкие, родственники, очень много людей, двоюродные братья, сестры, очень много людей, знакомые твои. Я хочу сейчас молиться о том, чтобы пришла сверхъестественная благодать, чтобы на следующем служении уже увидеть вас с теми людьми, за которых вы ходатайствуете. Духи пророческие, они подчиняются пророкам. Я верю в то, что если мы верим в силу молитвы и верим в то помазание, которое приходит на слово, мы его принимаем в свое сердце, начинаем использовать, и это все работает в нашем доме. Если мы сейчас с верой помолимся за наших близких и родных и провозгласим их в духовный мир спасенными и сидящими рядом с нами, мы увидим это. Аминь. Давайте будем молиться. Аллилуйя. Отец Небесный, Боже, мы приходим к Тебе сейчас во имя Иисуса Христа. Мы сейчас ходатайствуем драгоценный Господь за те семьи. Боже, которые сегодня нуждаются в Твоем спасении, мы сейчас приносим к Тебе на руках молитвы людей, которые сегодня в наших семьях еще не примирились с Тобою. Просим, пусть придет сильная, сверхъестественная благодать для того, чтобы они наследовали Твою судьбу и Твое спасение, для того, чтобы, когда мы будем здесь, в этом мире служить, чтобы служили и мы и весь наш дом. Отец, мы молим Тебя сегодня. Пусть каждый из наших близких и родных знает Тебя лично. Пусть каждый сегодня из наших близких и родных он примирится с Тобой. Пусть каждый сегодня живет принципами Твоего Царства. Пусть каждый сегодня ради близких и родных, ради того, чтобы они были спасены, откажется от всего остального. Боже, пусть сегодня не будет препятствием ни финансы Ни какие-то ссоры, распри, разногласия, ни обиды Пусть это все умолиться Несовершенство характера пусть умолиться Отец, пусть каждый сегодня встанет на обетование Спасусь я и спасется весь мой дом Пусть каждый сегодня встанет на обетование Что я и дом мой будем служить Господу Неотступно, Боже Растопи сердце каждого Дай Господь сильную нам веру Чтобы наши близкие, родные, они были с нами Были со Христом Аллилуйя Благодарим Тебя, Отец Славим Твое великое святое имя Знаете, если вспомним То Захей Он отказался от финансов В этой истории Он сказал, что Я получил в свое сердце, что хочу сейчас просто вот полымения раздать Нищем Для того, чтобы и они увидели, как благ Господь Второй человек в том огромном городе Богатый Богатый человек Богатый мира того За секунду стал другим После общения с Иисусом он стал другим Его сердце растаяло Ему легко было Отказаться от всех этих идолов Мы видим в Евангелии Иисус очень часто сравнивает Не можете служить Богу и мамоне Что сегодня первично в нашей жизни Мы сидим здесь благодаря тому, что в нашей жизни первичен Иисус То, что несмотря ни на что Мы смогли принять Его в свое сердце И сказать А я и домой будем служить Богу А я пойду в дом Господень Несмотря ни на что А я верю, что Искупитель мой жив Все остальное не важно Сегодня важно Спасение души человеческой Закхей понял это От короткого разговора с Иисусом И первое желание у него было Это принести хорошую жертву Я прошу сейчас каждого Пусть каждый то, что есть на сердце Возьмет свою хорошую жертву И принесет сегодня для своих близких Для своих родных Везде, когда ставился жертвенник Везде Мы видим в Писании, что происходил завет с Богом То этот завет, он скреплялся жертвой Пусть это будет жертва Жертва сердца Жертва веры Жертва спасения Дух Святой сильно реагирует на это Иисусу это понравилось Иисусу очень сильно это понравилось Он не стал комментировать Какой ты молодец и умница Закхей Этот анализ произошел вообще просто Сам собой Он говорит Да Теперь ты и дом твой спасен Потому что несмотря ни на что Ты принял меня в свое сердце Правильно Верно Несмотря ни на что Первое место сегодня В твоем сердце занимаю я Иисусу это понравилось Давайте возьмем нашу жертву Закроем глаза Аллилуйя Пустите сокровищницу Пустите сокровищницу Сегодня судьба Твоих близких и родных людей Она в его руках Если он придет То любая система Она умолится Но система Царства Божьего Царица В разуме твоих близких и родных В разуме твоих детей Каждый хочет для своих детей Правильного наследия Наследия от Господа Я не верю Что кто-то Просто смиряется И не хочет Чтобы жизнь его близких и родных Менялась Я в это не верю Сегодня и в моей семье Точно так же есть Какие-то моменты И для меня Слезы на глазах Когда я Созвонился с отцом Увидел, что он выпивший Знаете, я даже испугался Не из-за того, что он выпивший Хотя он долгое время не пил У меня пошли слезы на глазах Из-за того, что Когда я ему говорю Папа Он сразу понял О чем пойдет речь И говорит Мой отец выпивал Я выпиваю И буду пить Я говорю Папа, тебе уже Шестой десяток Да шестьдесят уже Шестьдесят два Я говорю Ты знаешь У меня такая обида взяла Я говорю Вот пятнадцать лет Как ты развелся с моей мамой И ничего у тебя Не поменялось Я смотрю У тебя ничего не поменялось Мне больно видеть Когда Мои близкие Родные Находятся в проблеме И это слово И это слово Оно его коснулось Сегодня в моем сердце Мой отец Чтобы он тоже Служил Богу Чтобы он был на небесах Давайте прострем наши руки Помолимся за эти финансы Отец небесный Во имя Иисуса Христа В этот воскресный день Мы склоняемся На этом святом месте Где пребываешь Ты у жертвенника Бог мой Я знаю Что твои Очи Они обрещены На этот жертвенник Прошу тебя Господь Прими эту жертву Мы приносим наши жертвы За наших родных За наших близких За тех Кто еще не познал тебя За тех Неспасенных людей Бог Прими наши жертвы И пусть Это спасение Придет в каждый дом В каждую семью Бог Мы просим тебя Во имя Иисуса Христа Пусть небо Наклонится Над нашими домами Пусть слава твоя Придет в наши сердца Пусть слава твоя Покроет Латвийскую землю Пусть слава твоя Покроет Ригу Мы молимся тебе Господь В это утро Воскресное Бог мой Пусть твои ангелы Сегодня Они наполнят Ригу Наполнят Боящихся тебя Господь Окружают Всех Кто боится тебя Кто чтит Слово твое Во имя Иисуса Христа Мы приносим Наши жертвы Бог мой И мы верим В силу твою В силу спасения Спасибо тебе Господь За сегодняшнее утро Спасибо тебе Что находится в Крыму Ты Бог богов И ты царь царей И мы верим тебе Ты тот Который Ты видишь сердца наши Ты тот Который читаешь Помышления наши Во имя Иисуса Христа Мы склоняем Перед тобой Господь Наши колени Мы склоняем Перед тобой Наши сердца И верим В силу твою Пусть небеса Придут Пусть небеса Придут Каждый дом И в каждую семью Во имя Иисуса Христа И нашей жертве Для тебя Господь Прошу тебя Умножь финансы В каждом доме Умножь финансы В каждой церкви Пусть их будет Достаточно На все программы Церкви Во имя Иисуса Христа Амин Для Бога Самое важное Это спасение Души человеческой Для Бога Очень важно Чтобы люди Они оставляли Греховный образ Жизни И приходили К Нему Посвящали Ему Своё сердце Посвящали Ему Свою душу Всю жизнь Посвящали Ему Для Бога Это очень важно Может быть Сегодня Здесь Сейчас Есть человек Который Хочет Примириться С Богом Потому что Это самое важное Ты можешь выйти сюда Мы будем молиться Ты посвятишь Свою жизнь Иисусу Христу И ты увидишь Как все начнет Меняться Спасение Это очень важно Аплодисменты 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 Слава Богу!